Да, и так, достаем двойные листочки. Всегда мечтал об этом сказать с этого места, потому что я всегда сидел там, а сейчас я здесь. Всем привет, меня зовут Максим, я фронтенд-разработчик компании VimakeFab. Мы разрабатываем D-Profile. Это такая платформа, которая объединяет в себе очень много классных вещей для дизайнера. В первую очередь, это чтобы они показали свои работы. Во вторую очередь, так, чтобы они нашли свое комьюнити, начали общаться, делиться опытом. И, конечно же, в конечном итоге их могли найти работодатели и, собственно говоря, помочь им найти себе первую работу или уже не первую работу. В общем, классная платформа. Обязательно гуглите, заходите, если у вас есть друзья-дизайнеры, скидывайте им. Немножко теряется. А? Название напишем чуть попозже. На доске напишу, когда уберем проектор. Итак, сегодня пойдет тема про ООП и фронт-энд-разработку. Как это вообще может дружить или не может дружить с собой. Но в первую очередь, что бы я хотел рассказать, я бы хотел рассказать небольшую историю о том, как вообще к этой теме я пришел. Все началось тогда, когда я пришел совсем зеленым джуном в компанию, в команду, которая уже сидела на проекте. Этот проект достаточно был уже развит. Он запустился, там осталось допиливать небольшие фичи. В общем, был на поддержке. Команда немного скучала, но наш лид решил то, что мы не должны сидеть просто так на месте и не должны скучать, за что я ему очень благодарен. Мы начали в первую очередь искать те новшества, которые мы могли бы внести в наш проект, чтобы в дальнейшем как самим развиваться, так и наш продукт был достаточно актуальным. И тогда у нас был проект написан на Vue, втором, без TS. Нам попался, так сказать, TS, и мы решили, о, классная история, давайте попробуем. Конечно же, в первую очередь мы все типизировали. И такие счастливые, довольные, здорово, классно. Теперь у нас все типизировано. JS уже для нас казался каким-то смешным. Но этого нам показалось достаточно мало, и тогда мы начали копать в сторону ООП. Как оказалось, TS достаточно близок к ООП и неплохо помогает писать по принципам ООП. Это нас заинтересовало, и тогда мы начали постепенно все выносить в классы, создавать кучу сущностей. В общем, пришло все вот к такому результату. Мы наделали кучу-кучу всего-всего и не понимали, зачем мы это наделали, что мы с этим сделали. Тогда мы подумали, наверное, все-таки надо было лучше углубиться в какую-то документацию, пообщаться с умными людьми. Мы пошли к нашим коллегам соседним по цеху, мы пошли в интернет, начали сами экспериментировать. В общем, все началось... Ага, спасибо. Надеюсь, это... Раз-раз-раз, слышно, да? Отлично. В общем, начали копать информацию. На что мы получили очень неоднозначный ответ, потому что многие из наших коллег, многие из интернета объединились в такие две масштабные группы. Первый, те, кто говорят, что ООП – это вообще суперклассно, и на нем можно писать все. Другие говорили, да нет, это бред какой-то, наши текущие фреймворки диктуют нам о том, что надо писать функциональным программированием. Мне почему-то кажется, извините, что меня не слышно в колонках. Или слышно? Просто по сравнению с этим микрофоном как будто нет. Извиняюсь. В общем, мы совершенно полностью запутались и не понимали, что же нам делать дальше, куда нам дальше развиваться, и было принято решение разделиться в команде. Каждый индивидуально поищет какую-то информацию, выберет для себя нужное направление, интересное направление. И начнет постепенно собирать это все в одну кучку, а потом мы собираемся и находим какую-то золотую середину и понимаем, что же нам с этим делать. Вот. Дальше я буду рассказывать про то, как я искал информацию, чего я достиг и к чему я пришел. В первую очередь, конечно же, передо мной встал вопрос, что же выбрать, чему отдать больше предпочтения – ООП или ФП? Я долго думал, но решил, что, наверное, будет правильно с точки зрения изучения постепенно изучить первое направление, второе направление и прийти, собственно говоря, к какому-то единому решению. И дальше мои размышления будут идти в сторону ООП. Первое. Начнем с ООП. Начну размышлять, думать о том, что же из этого может получиться. Но в первую очередь, мне бы хотел такой небольшой интерактив привести с вами и спросить, вот ваше независимое мнение, в чем сила ООП? Любой, кто-нибудь, скажите. Что? В правде. Правде, здорово, хороший ответ. Инкапсуляция. Так, инкапсуляция. А все они и полимартики. Отлично. Мы перечисляем все принципы ООП, и это силы, да, я понял. А если что-то не из принципов, а просто как с точки зрения процесса разработки? Мы точно. Проще понимать. Отлично. Супер. Я услышал то, что я хотел услышать, и, конечно же, ООП в первую очередь это объекты. А объекты окружают нас в жизни вокруг. Стол, телефон, компьютер, все что угодно. Это есть объекты. Объектами нам мыслить проще, потому что у каждого объекта существует свой функционал какой-то, который мы можем применить, имеются какие-то параметры, и тогда, если мы будем это представлять в образе кода, нам будет куда проще, чем с функциональным программированием, как на мой взгляд. И сейчас мы это попробуем доказать вместе с вами. Представьте себе путешественника. Вот первое, что вам в голову приходит, когда я называю сущность путешественник. Что вы себе представляете? Человек. Человек. Человек, у которого есть метод ездить. Отлично. Кроссовки. Кто-то говорил рюкзак. Рюкзак, да? Отлично. Парабар. Ну, да, это уже следствие. Когда ты уже попутешествовал, в основном это так происходит. Да, мне очень понравился ответ с рюкзаком. Почему? Потому что у меня точно так же. Когда мне говорят путешественник, я в первую очередь представляю, как человек, который идет куда-то, и у него за спиной большущий рюкзак, в котором хранится куча-куча всяких вещей, которые ему необходимы для выживания. Например, такие. Да, без туалетки, конечно, не обойтись. Вот. Для меня этот образ становится самым явным и самым понятным. Но, чтобы это показать и доказать, что ООП поможет нам легче писать код, я бы хотел поиграться в таких суперпрограммистов, которые взяли и написали класс путешественника, которые перенесли этот образ в код. И теперь мы его немножко пробежимся и разберем. В первую очередь, всем хорошо видно код? Нет. Плохо видно? Ага. Ладно, тогда следите за мыслью. Первое, что мы обращаем внимание, это на левую часть данного слайда. Видим, здесь существует класс travel. Собственно говоря, сам путешественник, который описан интерфейсом itravel, где мы видим два основных метода. Это что-то попросить у путешественника, чтобы он что-то дал нам. Ведь путешественники всегда путешествуют какой-то группой, и кто-то что-то мог забыть. И, конечно же, основная функция – это то, что он может куда-то идти по каким-то координатам. Он куда-то путешествует. Здорово. Но, как вы уже говорили про то, что у нас у путешественника обязательно должен быть рюкзак, естественно, нам нужно создать отдельный класс рюкзак. Обращаем внимание на правую сторону слайда. Существует класс рюкзак. У рюкзака все просто. У него есть два основных метода, и вряд ли какие-то еще существуют. Это что-то положить в него, и что-то достать из этого рюкзака. Но так как рюкзак у нас может быть не только у путешественника, у школьника, у обычного работника, неважно, у всех может быть рюкзак, то, возвращаясь на левую сторону слайда, мы видим в конструкторе то, что мы создаем такую некую композицию. И присваиваем нашему путешественнику рюкзак. Что из этого получается? Получается то, что мы можем у нашего путешественника попросить какую-то вещь, он обратится к своему рюкзаку, достанет эту вещь и отдаст ее нам. Либо он может что-то положить в рюкзак, либо он может что-то достать для себя в рюкзак. Тем самым мы показываем то, что даже такой пример сложной жизни, как путешественник, мы можем описать кодом достаточно просто и понятно. Для нас это становится просто интуитивнее. Но как и у любого подхода, ООП есть свои как плюсы, так и минусы. В мою для себя я выделил основные плюсы. Первое, это конечно же то, что ООП мы можем разбить на модули. То есть у нас код делится уже на какие-то отдельные участки, которые у нас имеют свою логику, они инкапсулированы, как уже кто-то называл. В общем, соответствует принципам ООП. Это здорово. Второе, если наше приложение планируется для расширения, то есть мы запустили MVP, но в будущем мы знаем то, что у нас будет очень сильно разрастаться оно, мы можем смело заявлять о том, что наше приложение достаточно масштабируемое. Нам становится проще его масштабировать, потому что нет лишних зависимостей. И если обращаться к минусам, то, конечно же, наш код становится куда больше, потому что мы описываем интерфейсы, описываем типы, создаем классы, в которых в этих классах куча методов, куча всяких разных полей. И это доставляет большой дискомфорт, когда мы начинаем изучать код, если мы особенно приходим на проект не с нуля, а уже на готовый, так сказать. Это для нас, конечно же, минус. Плюс, вернее, минус еще один, это то, что старт становится сложным. Собственно говоря, из-за этого он становится сложным. Если вы новичок, то вам будет куда сложнее начать изучать этот код, если вы с ООП совершенно не знакомы. Следующий подход разберем. Это, конечно, функциональное программирование. Мы все фронты. Я так полагаю, здесь большинство фронтенд-разработчиков. Кстати говоря, кто фронты? Можете поднять руки. Супер. Ну, да, я не ошибся, большинство. А кто вот только начали свою карьеру? О, не так много. Здорово. Успехов вам. Хотелось бы задать вопрос. Почему тогда функциональное программирование выбрать? Например, в оппозицию ООП. В чем сила функционального программирования? С точки зрения фронтенда. Быстрее писать. Лаконичность. Тут ООПшники все забрались. Почему так мало защищают функциональщину? Ну, в целом, да. То есть это, наверное, основные тезисы, которые касаются функционального программирования. Это то, что быстрее писать, удобнее и будет более, так сказать, интуитивно понятен код в сравнении с ООП. Но проведем такую же аналогию, что из себя представляет функция, чтобы в дальнейшем, кто у нас тут только начали свою карьеру, понять, что из себя представляет функция. По сути, этой картинкой я хотел показать то, что функция – это вот, собственно говоря, наша кастрюля, которая наполнена водой на огне, она кипитит. И чтобы мы получили на выходе суп, нам нужно добавить в эту кастрюлю какие-то ингредиенты. Здорово, классно. Мы четко понимаем то, что если мы кидаем определенные ингредиенты, на выходе мы не получим нечто уникальное. Мы получим ровно то, то, что мы ждем. И точно так же, как с ООП, попробуем представить себе это в формате кода. Да, и как видите, в сравнении с ООП, это все выглядит куда короче, выглядит все достаточно лаконично и понятно. У нас есть какие-то аргументы, в виде ингредиентов мы их принимаем, происходит какая-то магия, и на выходе мы получаем конкретный суп. Но, как я уже говорил ранее, каждый подход имеет свои плюсы и минусы. И плюсы мы уже частично назвали. Это, во-первых, достаточно предсказуемый код, потому что он написан коротко, понятно, ожидаемо. Мы ждем от функции какого-то действия. Мы, как фронты, нам это на руку, потому что для нас не нужно создавать кучу разных классов, для того, чтобы просто перекрасить какую-нибудь кнопочку или бэкграунд по щелчку. Для этого можно использовать функцию, потому что мы хотим кликнуть, совершить какое-то действие, получить какой-то результат. Все просто и понятно. Для тестировщиков более понятно и ясно тестить, потому что они тоже ждут конкретного результата, от конкретного действия. Все, в общем, крутится вокруг предсказуемости. Для меня функциональное программирование – это предсказуемое программирование. С точки зрения минусов, это если мы будем смотреть на большое приложение, как бы мы ни старались, к сожалению или к счастью, получается так, что у нас завязывается много цепочек зависимостей. И функциональщина позволяет нам это делать, потому что так или иначе мы начинаем между собой функции дружить, между собой как-то переиспользовать их, и из-за этого получается большая цепочка. И если вдруг приходит к нам клиент и говорит то, что «Ой, я хочу вот этот функционал выпилить», приходится иногда перепиливать много вместо этого одного функционала, что как бы классно в ООП. Но не здорово здесь. Плюс это плохая масштабируемость. Наверное, она тоже вытекает из этого же тезиса, потому что мы не сможем быстро расширять, если вдруг у нас уже есть конкретные зависимости в нашем коде, и нам сложно с ними как-то работать, чтобы их видоизменить и расширить наше приложение. Тогда передо мной встал резонный вопрос. Что же выбрать? С одной стороны, я фронт. Я хочу быстрые действия, предсказуемые. Мне не нужно думать над какой-то модульностью, не нужно думать над сущностями, и должно все получаться здорово и классно. Я долго думал, 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 и пришел к такому выводу, что а зачем мне выбирать, если можно попробовать просто взять и объединить это? Да, как бы это абсурдно не звучало, но на практике это оказалось неплохим подходом. Мы будем использовать плюсы ООП и плюсы функционального программирования. И практически избавимся от каких-то минусов. Да, конечно, они останутся, без этого никак, но их будет минимум в сравнении с тем, если использовать один метод, один подход. Но для того, чтобы был продуктивный кодинг на ООП и ФП в связке, нам нужно в первую очередь четко для себя разграничить, что же нам писать по принципам ООП, а что же нам писать с помощью функций. Я для себя выделил такое масштабное, так сказать, видение данной истории и предемонстрирую на подобной схемке. Представим, что у нас есть какой-то сайт, платформа, где у нас существуют разные роли. Ну, например, это будет новостной сайт, где люди могут выкладывать свои новости. Следовательно, у нас должно быть две роли. Первый – это юзер, который зарегистрировался. У него есть какое-то там имя, фамилия, e-mail, телефон, неважно. В общем, какие-то классические вещи для регистрации. И есть администратор, который точно так же регистрируется, у которого точно так же существуют какие-то свои одинаковые с ним поля, но функционал у них разный. Юзер обычный, он может просто написать статью и отправить ее на модерацию, например, и ждать, когда она выйдет в общее обозрение. А администратор, в свою очередь, может либо одобрить, либо не одобрить данную статью. Тогда как бы логично, что у них есть общие поля, мы можем их объединить в один класс. Например, назовем его «человек». Они все люди, все регистрируются. У него есть какие-то поля, которые у нас по дефолту у каждого регистрирующегося человека. И от этого класса мы наследуемся, создаем первого юзера, создаем администратора. Тем самым у нас в каждом из этих классов есть одинаковые поля, но внутри каждого класса существует какой-то уникальный его метод, его поле, которое мы можем использовать в дальнейшем. И если наше приложение расширяется, и появляется, например, какой-нибудь менеджер, который будет, например, проверять на ошибки нашей статьи, там редактор, например, он будет, то тогда мы просто добавляем еще один класс, создаем его, наследуемся от человека, и нам уже не нужно дублировать повторно этот код, нам не нужно переиспользовать какую-то функцию. Мы просто берем функционал отсюда и применяем его здесь. Здесь еще приведен пример со смартфоном. Это больше пример того, что можно, в принципе, делать независимые классы, типа Singleton, например, паттерна, где существуют какие-то поля, и мы их можем расширять. Как это, например, было с путешественником. У нас есть интерфейс, который описывает, что он куда-то может идти, и может давать кому-то вещь. Но путешественник это все же человек, он многофункциональный, и мы можем, в принципе, его расширять возможности. Ну вот пример подходит к смартфону. Мы можем увеличивать калькулятор, камера появилась и так далее. В общем, масштабируемость сохраняется. Что касается функций. Функции для меня это что-то типа утилиты. Утилита, которая выполняет то, что я хочу. Я хочу конкретный результат. Например, если я хочу, чтобы мое число было разбито по разрядам, например, для пользователя это важно, чтобы он видел, как у него разбивается по разрядам в кошельке денежка, отлично подойдет функция. Не нужно здесь придумывать какие-то классы, кучу разных взаимосвязей, валидаторов и так далее. Мы просто выносим эту функцию, создаем утилиту и пользуемся ей, смело переиспользуя. Если вы пишете на Vue или на Naxx, то можно использовать фильтры. Удобно, классно, не надо ничего придумывать. Тогда я попробовал так сделать. Мне показалось, что это достаточно интересный подход. Я достаточно долго комбинировал с разными вариантами, пробовал выносить что-то в функции, что-то добавлять в какие-то классы. И, в общем, пришел к тому мнению, что разделил свой код на такие две невидимые части, одной линии разделенной. Это сложный функционал, который можно вынести в классы. И мне не хочется, чтобы этот функционал как-то был изменен извне. То есть я пользуюсь инкапсуляцией. И хочу переиспользовать какие-то быстрые функции, быстрые моменты, которые в первую очередь нужны в разных участках кода и больше нигде, никак не пересекаются между собой. То есть мы избавляемся от зависимости, которые есть в функциональном программировании, получаем легкую масштабируемость, получаем лаконичный, понятный код. И, как практика показала, если приходят достаточно зеленые джуны, как это я когда-то пришел на проект, им куда легче влиться в этот проект, если у них есть четкое разделение, если у них есть четкое понимание того, как это должно выглядеть. И, чтобы доказать вам это, я приведу небольшие слайдики с кодом. Данный класс был сделан для того, чтобы мы делали запросы через Axios. Это достаточно старенький код, но он отлично показывает, как можно Axios пересмотреть по-другому. Здесь у нас существует интерфейс, который описывает наш класс. Класс пока не видно, мы перейдем к нему чуть позже. Видим то, что наш интерфейс описывает два метода, это get и post. Следовательно, если у нас будут появляться еще какие-то методы, например, put, мы можем его сюда добавить и точно так же наш класс через этот же класс будет все прекрасно работать. Дальше, если мы взглянем на сам класс, то видим то, что в конструкторе у нас все отлично, классно создается Axios, у нас там записываются все базовые какие-то URL, все, в общем, самое стандартное, то, что не нужно переиспользовать по несколько раз или переписывать. Мы один раз это создали, записали в поле и потом смело его переиспользуем внутри нашего класса. И видим наши классы. Они достаточно, извиняюсь, наши методы, они достаточно маленькие, лаконичные и простые. Мы ждем от них какой-то промесь, который нам даст ответ либо в try, либо в zen, либо в catch. Все достаточно просто и понятно. Если мы будем расширять, у нас легко масштабируется этот класс. И самое интересное, если мы его будем по дефолту экспортировать, то есть создаем экземпляр класса в этом же файле и по дефолту экспортируем его, импортируем, то тогда у нас весь этот класс будет доступен в любой точке нашего приложения и нам не нужно будет пересоздавать этот экземпляр класса. Что касается модалок, это, наверное, самая основная боль фронтов, когда в проекте появляется куча-куча-куча разных модалок, все они вызываются в разных местах, все они создаются там, там, там. Но чтобы избежать этого, я принял решение попробовать логику открытия-закрытия модалки вынести в классы. Что у нас получилось? У нас получилась такая история. Есть два интерфейса, которые описывает сам компонент модалки, то есть сам контент, который у нас есть в модалке. Интерфейс, который описывает сам класс нашей модалки, в котором мы видим методы открытия-закрытия модалки, получение текущей модалки, получение статуса, вообще открыта ли какая-либо модалка у нас сейчас в данный момент времени. Дальше мы переходим в наш класс и видим то, что в конструкторе у нас ожидается список всех модалок, которые вообще существуют у нас на проекте. Мы их записываем в наше поле и в дальнейшем будем использовать в этих методах. То есть, ну, тут не будем вдаваться конкретно про каждый метод, просто обратите внимание на то, что, используя этот список всех модалок, мы можем открыть-закрыть нужную нам модалку и вернуть тот самый компонент, который мы ожидаем. В дальнейшем у нас происходит вот такая история. Мы импортируем все модалки, собираем из них какой-то список, называем по именам самого компонента, для того, чтобы было проще потом ориентироваться. И в дальнейшем просто-напросто экспортируем данный экземпляр класса, в который мы уже кинули наш список. И этот экземпляр класса нам уже доступен на всем проекте. В чем сила? Сила в том, что мы один раз создаем компонент, который оборачивает наши модалки, где-то, например, в лаяуте, в АПП, неважно, где-то в корневой точке. В дальнейшем мы просто-напросто начинаем обращаться к нашему экземпляру классу с любой точки нашего проекта и вызывать ту модалку, которую мы хотим. Будь то модалка регистрации, будь то модалка авторизации, неважно где. Главное то, что она будет вызвана через этот экземпляр класса. То есть вот эта точка связующая, она будет в одном месте. Если у вас где-то что-то сломается, например, ломается при открытии, вы не будете искать, какая модалка ломается при открытии. Вы просто идете в этот класс и правите там какой-то баг. Все достаточно просто и понятно. Здесь я привел примеры того, как я, например, использую функции. Тут три функции, которые валидируют номер телефона, например, проверяют название браузера, если вдруг это вам нужно. И там, например, делают первую букву нашей строки заглавной. То есть достаточно просто, легко, понятно по названиям самих функций мы понимаем, что мы от них ждем и что в них нужно кинуть. Все достаточно просто и понятно становится. Тем самым хотелось бы подытожить свой рассказ. Наше приложение становится достаточно масштабируемым. Оно не зависит от каких-то сложных цепей функций. Оно становится более понятным, более простым. В то же время мы используем не только TypeScript, но еще и используем функциональное программирование. Что бы мне хотелось вам сказать. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать связать методы. Данный доклад это не какая-то панацея, которой следует только так следовать. Это больше обмен опытом, которым мне хотелось бы поделиться в формате нашего мероприятия. И в первую очередь, наверное, призывать вас о том, что любой подход, он уместен. Главное его использовать в нужное время, в нужном месте. Каждый проект индивидуален. И каждому проекту нужно как-то по максимуму угодить. И пока проекты, которые мне попадались, я с ними попадал с этим методом. И они успешно работают сейчас и функционируют. Бывали проекты, не так много, но бывали, в которых совершенно не подходило ООП, а подходило чисто функциональщина. Не нужно было нагромождать, нужно было просто выбрать другой подход. Всем спасибо за внимание. Можно вопросы? Спасибо большое за доклад. Можно чуть-чуть назад пролистнуть, где валидация? Вот тут, да? Да. Здесь у меня вопрос, что по факту эти отдельные функции также могут являться и методами. И если их обернуть в класс validation, то по сути-то ничего не изменяется. Но с точки зрения ООП, оно будет более структурировано, потому что у нас есть принцип отдельной ответственности, что вот три отдельные метода, а микроэкологически относятся к этому классу. Вот в рамках того, что именно в данном кейсе ничего не поменяется, а вот конкретно услышать мнение по поводу того, а как это может повлиять глобально, если где-то наоборот обернуть в классы, а где-то наоборот отказаться и разобрать на отдельные функции. Это первый вопрос. Так, и второй вопрос. Во Vue 3 у нас, соответственно, есть options API и composition API. Соответственно, также мнение по поводу двух этих подходов и что чаще используется в проектах. Спасибо. Отлично, спасибо. Хорошие вопросы. Потому что буквально недавно я думал, то есть, чтобы вы понимали, эти примеры это максимально простые примеры, тут никаких зонных функций нет у утилит. Это обычные простые ходовые, условно говоря, функции. Я думал о том, чтобы создать отдельный класс, который будет в себе объединять все утилиты. Но, как показывает практика, во-первых, этот класс будет очень быстро разрастаться. Например, если проект только стартует и еще нет конечной точки, нет понимания только конечной точки, до куда мы дойдем, и заказчик постоянно накидывает какие-то новые фичи, следовательно, увеличивается количество утилит, этот класс просто будет неизмеримо увеличиваться и потом казаться просто кашей какой-то. Я пробовал вынести, из-за этого получилось не очень. Это во-первых. Во-вторых, с экземпляром класса. Мы создаем экземпляр класса и прокидываем его во весь проект. То есть мы не будем... Если следовать логике этой, то тогда получится то, что создав один раз экземпляр класса с нашими утилитами, мы будем его переиспользовать во всем проекте. Но с этим есть проблема. Функции, которые мы используем, они у нас так или иначе занимают достаточно приличное место. И если наш класс будет увеличиваться безгранично, то и экземпляр класса будет достаточно трудным для нас, скажем так. И для того, чтобы быстро обратиться к какой-то функции, нам придется импортировать этот экземпляр класса, найти в нем там из перечня 20 утилит какую-то нужную утилиту. В общем, это просто физически не так удобно. Я хотел сначала попробовать сделать это фабрикой какой-нибудь, но получилось еще хуже, скажем так. Поэтому я решил, что вот утилиты для меня это точно не в классах. И второй вопрос, напомню. Options API. Сейчас я пишу на Composition API. Мне нравится, и работает это с TS куда резвее, чем Options. И поэтому, если брать, например, в разрезе Naxt, у него была проблема во второй версии, когда были Options API. Это если ты создаешь экземпляр класса на стороне сервера, ты его не сможешь прокинуть на клиента. И в этом проблема. Потому что, например, какой-то сложный функционал мы бы хотели на стороне сервера быстренько сделать, а уже отдать клиенту, и он там с ними сам разберется. Это не получается в Options. В Composition более-менее настроено, более-менее работает, и поэтому я сейчас больше предпочтения даю Composition. Потому что, во-первых, там более интересно писать код, более структурированно, как по мне кажется. Не надо создавать кучу разных блоков, где ты хочешь вложенность иметь. Плюс это отлично работает с TS, что меня тоже привлекает. И типизация, там намного лучше работает, чем в Options. Спасибо за доклад. Кажется, что проблема не в парадигме. То есть, когда ты говорил о плюсах и минусах, одной и двух парадигм, функциональ, или там ООП, мне без разницы, какая парадигма. В целом, ты говоришь, что функциональнее, условно говоря, более уязвимно к изменениям бизнес-логики и так далее. Но, на мой взгляд, не парадигмы, а архитектура и паттерны решают эту проблему. То есть, у тебя может быть высокая связанность и ООП, ты также можешь цепочку басов прокидывать друг к другу как цепочку функций функционального программирования. И это первое. Второе, что, ну, там, если говорить про текущий фронтенд, то он не близок ни к тому, ни к другому, но и к функциональному программированию. Он не сильно близок. Ну, действительно, настоящему функциональному программированию с Монадой, у нас и всем остальным. Вот. Если говорить про... Я заметил, что ты там обратил внимание на то, что вот, смотрите, у нас есть интерфейс, и в принципе мы можем в любой момент заменить, ну, там, реализацию другим, ну, имплементирующим этот интерфейс, да, там, любой другой класс. Ну, и функция может написать интерфейс. Вот. Специально, вот, погуглив, как это пишется, это экспертель, да, можно. Я понял, да. Вот. И в целом, финализируя всю эту историю, а какую проблему по итогу ты решил? Или это просто было твое философское изыскание, после которого, ну, которое ты хотел поделиться с миром? Спасибо. В этот момент начинаешь осознавать то, что вот ты, когда пишешь каким-то подходом, ты иногда поддаешься его слабостям, скажем так. Ну, то есть, ну, лень написать как-нибудь поумнее, напишу быстро. Либо ситуация такая, то, что ты торопишься. И в каких-то вещах функциональщина в этот момент, ну, позволяет тебе это сделать безболезненно, на первых шагах. ООП все же он тебе немножко построже, такой папа, который скажет, «Нет, так нельзя, давай так не будем делать». А функциональщина такая, мама говорит, «Ну, ладно, сегодня пойдет, а завтра ты как бы наступаешь на эти грабли и ударяешься об них». Тут, конечно же, такой философский действительно вопрос и философские размышления, кто как бы писал, кто что бы делал. Вот. Данный доклад, чем я хотел сказать, это тем, что, наверное, для меня, в первую очередь, профит вынес то, что я, когда сажусь за новый проект, я не думаю о том, куда вынести функционал. У меня это уже как на автомате. Я понимаю, это идет в классы, это в функциональщину. Я сильно не заморачиваюсь насчет архитектуры, потому что она уже есть у меня в голове, и я уже как по паттерну ее исследую. И, наверное, если следовать подобному подходу в каких-то проектах, наверное, это поможет быстрее начать стартовать в проекте. То есть профит, в принципе, как быстрый старт, скажем так. А в дальнейшем простая поддержка, потому что ты точно знаешь, где что у тебя лежит. Спасибо за доклад. Я тут слово чистый код услышал, поэтому он мог не прореагировать. Вам не кажется, что добавление методов в классы нарушает принцип открытости запутности. Это противоречит чистому коду. Это раз. И второй вопрос. Вы показали, что УП-шный код медленнее. Можете привести пример ситуации, когда УП-реализация окажется медленнее, чем УП-кредитательная была другая? Спасибо. Первое. По поводу чистого кода. Тут я тоже вначале упоминал о том, что УП достаточно близок к УП. Он не идеально описывает этот подход и позволяет нам делать какие-то вещи, которые, наверное, не совсем ложатся в видение УП. УП, но, наверное, для меня это нормально. Почему? Потому что мне нужно взаимодействовать с классом. Ненормально, если бы я в этом классе, например, в одном методе обращался к другому классу, в нем же в этом методе создавал экземпляр и пытался дернуть его метод. Вот это какая-то уже грязь. А здесь мы его логику внутреннего метода ограничиваем классом, инкапсулируем ее. Если нам нужно, например, в классе не только работать с полями, которые там у него записаны, но и попросить, чтобы вот эти поля он как-то преобразовал на выходе, например, ну вот как с модальным окном. Я хочу, чтобы у меня открылось окно и поднялся флаг. И реактивно хочу получить значение этого флага. Сейчас, кстати говоря, в Composition API можно реактивно делать поля. Это удобно. Например, в Options API там не очень можно так делать, и поэтому приходится через класс иногда дергать просто статус. И это, ну да, своего рода мы нарушаем метод принципа ООП, но в каком-то роде мы больше ничего не позволяем это делать. Мы знаем только одно. И такой вопрос-то был, нарушает или не нарушает? Я пытался просто объяснить более развернуто. Я думаю, что нет, не нарушает, потому что в разрезе ТС это не нарушение. И пример, да. А, пример, да, с задержкой. Проблема один раз была такая. У нас было очень большое приложение, и мы все, ну не все, но какую-то вот часть приложения писали на классах. И на самом-то деле, наверное, в текущих реалиях, которые сейчас у нас существуют, у нас не возникло прям глобальной проблемы с задержкой. То есть не было вот проблемы с спид-тестом, скажем так. Но у нас были, мы видели то, что файлы стали куда тяжелее и больше. Из-за количества там написанного, скажем так. Но в общем и целом, это как-то влияет на производительность. Но в текущих реалиях это не так сильно влияет, потому что машины стали посильнее у всех, и в этом попроще работать. Вот если обращаться к телефонам, у нас телефоны тогда подлагивали. То есть на машинах мы особо не замечали, а переписав этот функционал на функциональщину, масля-маслями получилось, телефоны стали чуть порезвее открывать сайт. Это же не доказывает, что ОП-код метал. Это же не доказывает, что ОП-код метал. Просто у вас тут гравилизация. Да, да. То есть тут производительность. Не потому что на функциональном, потому что писал второй раз, и написали лучше. Возможно, кстати, да, хорошее замечание у Ивана. Возможно, да, учли свои ошибки. Сколько раз слышал, что метод, но ни одного примера, как не увидел года, где это работает. В последний раз, когда я этому поверил, это мне заставили уч-методы переписать на втором курсе. С ОП напросто. Больше я на это не ведусь, я знаю, что это прохоженная операция. Ну, возможно, я оставил этот пункт просто для того, чтобы учитывали, что размер кода тоже влияет на какую-то производительность. Да, я, как уже говорил, в текущих реалиях это не так сильно критично для пользователей, как, например, это было бы сколько-то лет назад или на совсем древнем телефоне. Это будет ощущаться. Спасибо большое за вопросы. Время у нас кончилось. Всем спасибо за внимание. Было с вами интересно. Надеюсь, мы обменялись полезными знаниями друг с другом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...